Я влюбилась в этот остров после того, как увидела в интернете видео людей, которые живут на Майнау. И теперь, если бы меня спросили, где я хочу побывать, конечно же, моя мечта – это остров Майнау. Остров Майнау расположен на юге Германии, на Боденском озере, на территории, которая относится к земле Баден-Вюртемберг. Остров является третьим по величине на озере и занимает территорию 45 гектаров и принадлежит семье Бернадотов. Остров соединен паромной переправой с немецким городом Констанц. И немножко истории, чтобы все понимать. В давние времена остров назывался Магиновый по имени одного из его владельцев, магу. Другая версия происхождения названия – от Майеновы – Майен-Ау – красивый ландшафт. Изначально хозяевами острова были римляне, а позднее остров принадлежал алиманскому герцогству. А с 1724 года он стал владением аббатов Райнау. Остров часто менял своих хозяев. И, наконец, в 1272 году рыцари фон Лангенштейн завещали остров Майнау немецкому рыцарскому ордену, который достиг большого влияния во время Третьего крестового похода. Последний рыцарь ордена Конрад Зигмунд Карл Фрайхер фон Райхенштейн Бромбах умер на Майнау в 1819 году. Остров был опустошен шведами во время Тридцатилетней войны, принадлежал великому герцогству Баден и стоял пустым и осиротевшим. Владельцы продолжали меняться вплоть до 1853 года, когда хозяином острова стал Баденский принц Фридрих I. Его дочь Виктория сочеталась браком с будущим королем Швеции Густавом V, и остров перешел потом ее внуку графу Ленарту Бернадотте в 1932 году. Именно он решил создать на острове райский уголок в миниатюре, и ему это удалось. Нынешние владельцы острова, представители шведского королевского дома, семейства Бернадотте, превратили свой остров в цветущий волшебный сад. Главная особенность острова Майнау – это его совершенно нехарактерный для Европы тропический и субтропический климат, при котором можно выращивать редкие средиземноморские растения. При Фридрихе I были возведены древесный питомник, итальянские розарии и оранжереи. Много путешествуя, он никогда не возвращался без ценных деревьев и экзотических растений, и таким образом создавался новый пейзаж парка, который угадывается и в современном виде острова. Пик расцвета Майнау связан с именем его последнего владельца – Густава Ленарта Николауса Пауля Бернадотте. Кроме различных растений и цветов, на острове находится замковая церковь Святой Марии, которая построена была в 1732 году, украшенная внутри многочисленными фресками и скульптурами. Часто здесь проводятся различные концерты, вечера и другие праздничные мероприятия. Красивый рыцарский замок в стиле барокко того же года постройки – это сердце острова и место жительства семьи Бернадотты. Старожка, построенная на 30 лет позже, чем замок, раньше служила кровом для прислуги, а сейчас здесь располагается администрация, информативный центр острова. Есть на острове и башни Садовничья, часть средневекового крепостного укрепления, а сейчас она – это информационный мультимедийный центр региона Бодензее. Шведская башня – это сторожевая башня времен 30-летней войны и башня Комтурей у подножия замка прямо на берегу озера. Во время реконструкции в XVIII веке верхние этажи были снесены, а в подвале издавна находился винный склад, сохранившийся и поныне. Теперь в здании размещается ресторан. Всю эту площадь острова с его клумбами, цветниками, оранжереями, парками обслуживают 300 рабочих. В XVIII веке на месте ранее возвышавшейся крепости из того же материала и в том же стиле барокко, что и церковь, зодчий ордена воздвиг замок. Над порталом замка красуется герб семьи Бернадоттов. В настоящее время в замке проживает семья графа. Сам граф Бернадоты, его жена Соня и их пятеро детей. В гербовом зале замка проходят выставки, а в белом зале различные тематические мероприятия и концерты классической музыки. На Рождество во дворе замка наряжают елку, а на празднование маслицы, масленицы, шутовское дерево. Во дворе замка стоят катки с цитрусовыми растениями. По традиции, заложенной в знатных домах в эпоху барокко в этой исторической коллекции, собрано более 50 сортов лимона, апельсина, мандарина, бергамота. На террасе замка растут более 20 видов пальм. Чтобы поддерживать тепло круглый год, в октябре вокруг них сооружают каркас из стали и акрилового стекла, называемый Пальминхаузом. Весной проходят выставки орхидей, в которых собрано более 6000 видов. Именно выставкой орхидей открывается год цветов майнау, майнауэр, блюмен, яр. Затем на весенней аллее начинают свое цветение луковичные растения, собрание тысяч нарциссов, тюльпанов, гиацинтов. В начале мая на восточном склоне начинают свое цветение 200 сортов рододендронов и азалий. На смену им зацветают розы. Коллекция роз содержит 9000 экземпляров и цветет в итальянском саду среди пергол, фонтанов и скульптур, которые изображают 4 времени года. Немножко дальше на променаде диких роз собрано 800 очень старых сортов роз. В общем, собрание роз насчитывает 20000 экземпляров, 1200 сортов. В июне на итальянском цветочном каскаде зацветают летние цветы – бархатцы, цинии, львиный зев. С августа и до самых заморозков цветут 12000 кустов георгин. 250 сортов их насчитывается. И завершают садовый год эксклюзивные сорта тыквы и осенние хризантемы. Также на территории острова расположены сад бабочек, где собрана большая коллекция бабочек со всего мира и средиземноморская терраса, на которой растут агавы, кактусы. Для слепых людей и инвалидов на острове специально создан сад для всех. Вот еще два интересных исторических факта. Ленард Бернадот первым из наследников открыл остров для широкой публики и впервые стал взимать плату за его посещение и предлагал все новые аттракционы и в итоге превратил остров в одну из главнейших достопримечательностей на Боденском озере. И так уже в 1935 году остров Майнау посетило более 50 тысяч человек. После окончания Второй мировой войны на Майнау был устроен карантинный санаторий для заболевших Дахау тифом и дизентерией в концлагере Дахау, бывших французских военнопленных. Их значительная часть была размещена на Майнау и особенно тяжело больные, из которых 33 человека умерли и были похоронены здесь же на острове. Но по настоянию Ленарта Бернадотта в 1946 году тела умерших на острове были эксгумированы и перезахоронены на военном французском кладбище в Констанции, а впоследствии их прах был окончательно перенесен во Францию. Всем большое спасибо за просмотр этого видео. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Спасибо большое за подписку на мой канал. Кто не подписался, подписывайтесь и не забывайте нажать на колокольчик рядом с кнопочкой. Это очень важно. До следующей встречи в новом видео. С вами была Тала Хухрянская.